Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня настал день Х, и сегодня мы уезжаем в деревню. Вчера я заснула в 3 часа ночи, и сегодня проснулась в 6. Следовательно, я спала совсем чуток. А все почему? Чтобы обеспечить вас своевременным контентом. Я загружаю все видео в YouTube, просто не указываю дату и время выпуска. И сама уже там буду через телефон опубликовывать вам новый материал и снимать. Со вчерашнего вечера я вся в работе. Это уже третье видео, которое я опубликовываю в закрытом доступе. Надеюсь, что эти видео вам понравятся. Дурачок, естественно, едет с нами. Взяли его туалет, взяли его корм. Надеюсь, что он по дороге не обосрется. Погода очень крутая. Я, наверное, поеду вот в этом тулунчике. Он очень удобный, в нем очень комфортно. Как раз самое то на дорогу. Я померила уже, и бабушка мне говорит, я тебя умоляю, только не в этом. Вот он там. Говорит, все знают, что ты моя внучка. Что это за трусы? В общем, сейчас буду переодеваться, чтобы все вокруг были довольны. В общем, мы собрали домашний консилиум. И общим решением мы поняли, что этот прикид устраивает всех. И меня, и маму, и бабушку. Все-таки едем в деревню. Поэтому как-то так. Запаковала уже чемодан. Обычно у меня всегда бывает такое ощущение, что я что-то забыла. Но только не в этот раз. Я прям уверена, что я взяла все. Еще берем штатив ночь. У нас столько сумок получилось. Это ужас какой-то. Я думаю, таксист будет в шоке. Дурачок, ты едешь с нами? Видишь с нами? Дурачок. Иди. Иди, Дрикс. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стопэ, стопэ. Стоп, 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 мамину радость. Стоп. Стоп. За эти минуты. Ну что, попался? Найдешь ты себе там друзей, подружек. Тебе там понравится, я уверена. Вы просто гляньте на эти баллы. И все, Твикс уже начал ныть. Вот столько у нас вещей. Это моя бабушка золотая. И опять Дрикс пустует, мяукает, ноет. Прямой репортаж с места. Еле поместились в большом грузовом лифте. Все на месте. Таксист сказал, что через 5 минут уже будет у нас во дворе. Мы решили уже спуститься. Все закрыли, да, мам? Газ выключили. Ключи взяли. Вроде ничего не забыли. Нет, там, мам, ничего не осталось. Это молитва, чтобы хорошо проехать дорогу и никаких проблем, чтобы не было. Мамень, Твиксик, бабушка. Твиксик ныл, поэтому решила я его открыть. Пусть гуляет по машине. Ты мой сладкий. Не нервничай. Не нервничай отдыхать этим. Курорт будет. Турбаза. Разбираем вкусняшки, бабушка, это тебе. Что здесь еще есть? Булочки. Водух очень холодный. Такие мягкие булочки. Это прям нечто. Смотрите. Прям вот как... Хорошо, что когда я выходила из дома, я успела скачать одну серию пунктов назначений. Без интернета могу сейчас спокойно посмотреть в наушниках. Очень удобно. Очень удобно. Очень удобно. Сейчас проезжаем святое место, и бабушка читает молитву. Вот это святое место. Сюда все люди приходят за такими-то желаниями. В прошлый раз, когда мы ехали в деревню, я вам показывала это место. Вообще, я смотрела прогноз погоды. По идее, дождик не намечался, но по факту, вот, небольшой дождик все-таки имеется. Но ничего страшного. Мы уже доезжаем до Качмаза. Погода классная и не жарка. В этом плане, конечно, повезло нам. Ну все, мы доехали. Это бабушкин дом. Немножко здесь все изменилось. Кто-то что-то там построил. В общем, а это калитка, через которую мы будем заходить. Посмотрите на наш двор. Это все красота, которую нам организовала. Это дерево, это тут. Все это надо отмывать. А это мами, сладкие мами. Тык съехал всю дорогу, как немой, вот, реально. Я боюсь, что он потеряется. Мама, отпустите его? Так, 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 так. Ну что, выходи, свобода. Свобода, только не потеряйся. Не дай никому себя избить и обесчистить. Выходи. Выходи. Шладкий мальчик, свобода, свобода, свобода. Паника у него. Скажи, я не понял, что произошло. Посмотрим, он там написал, накакал. Нет, ничего не сделал. Молодец. Мой сын умный, весь в мать. У меня, прикиньте, до сих пор голова мокрая. Гляньте. Ехали три часа все равно. Вот так вот иметь густые и длинные волосы. Когда мы спустились вниз, и у нас куча просто баулов было, такси наш сдал во дворе. И там вместе с нами спустился другой парень, который помог нам со всеми сумками. За это я обожаю Азербайджан. За то, что люди здесь добрые, готовы помочь тебе. И я просто всегда себе говорю, если у меня будет сын, дай бог будет сын, вот я буду его воспитывать именно так, что дамам нужно помогать, нужно быть джентльменом. Это показывает твое воспитание. У нас в блоке есть один мальчик, ему, наверное, лет 10, может 7. Такой маленький вроде, но джентльмен. Когда ты заходишь в лифт, он нажимает на эту кнопку и ждет, пока ты пройдешь. Затем он сам заходит в лифт. И ты вроде так смотришь, совсем ребенок, но уже внутри него вот прям чувствуется вот это вот джентльменство. И мне так нравится, это так льстит. И я всегда думаю, надо вот так вот воспитывать мужчин. С малых лет. Любители ASMR. Вы знаете, я кайфую, когда вижу, что блогеры из России, например, ходят по снегу и такой звук хрум-хрум-хрум-хрум. У нас же снега нету, поэтому мы кайфуем от этого. А это те самые орешки, за которыми мы приехали. Вот так выглядят грецкие орехи, которые вы... А, нет, не грецкие орехи, вру, фундук, который вы обычно кушаете вы и мы все в шоколадках Альпенгольд или Милка. У него паника, мои хорошие. Я хоть был бездомным бомжарой, но я был всегда городским. Я никогда не был деревенским. На самом деле, доехали мы очень хорошо. Таксист тоже был классный. По дороге болтали о том, о сём. Немножко проморосил дождь, но особо такого сильного дождика здесь нету. Вроде всё сухо, всё нормально. Я смотрела прогноз погоды перед тем, как поехать, когда собирала чемодан. И вроде бы в ближайшую неделю, даже нет, по-моему, 10 дней, дождей не намечается. Погода хорошая. Поэтому я взяла только короткие вещи, летние. Ничего тёплого я с собой брать не стала. Посмотрите на его панику. Что происходит? Я боюсь, что он потеряется. Потому что у него такая паника, он не отзывается на своё имя. Он не отзывается на своё имя. Я ему говорю, твикс, 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 он не подходит нифига. Ещё потеряется радость. Потеряешься, что мама будет делать, а он без тебя. Городской мальчуган, да, просто, понимаешь? Он, возможно, когда-то был бомжарой, но никогда не был деревенским парнем. Он всегда был городским. Столько друзей найдёшь ты здесь. Обратно не заходишь. По дороге мы купили вот такой вот хлеб, который готовят обычно в тандыре. Тандыр, как говорится, и обычный вот такой вот. Хотя мы можем печь и здесь, у нас есть все условия. Я просто сразу не успею. Завтра начнём печь. И, бабушка, твой напиток здесь остался. Тархун от Гюдустан. Салфеточки специальные, чтобы вытирать стол. Точнее, тряпочки, наверное. Нашла здесь в тумбочке два таких блюдца. Решила их организовать для Твикса. В одном будет водичка, в другом – корм. И чтобы он конкретно знал, что здесь его дом. И каждый раз, куда бы он ни шёл, нужно возвращаться сюда. Где туалет, где вода и еда. Хорошо, что я притащила корм. Вот чем бы питался малыш. Подумав о всех тонкостях уже в боку, мы привезли с собой два больших веника. Они очень удобные. Им я убираю паутину и также подметаю. Дело в том, что сюда мы приезжаем, как вы знаете, в год, наверное, раза четыре. И никто здесь на постоянной основе не живёт. Поэтому здесь очень грязно, пыльно, много паутины. И работы хоть отбавляй. Много опавших листьев, которые нужно подмести. Если это делать каждый день, в принципе, ничего сложного в этом нет. Но когда долгое время здесь никто не живёт, работы всегда бывает много. И поэтому, когда мой парень говорит «Хорошего отдыха тебе! Хорошо отдохнуть!» Я про себя думаю. Сначала нужно всё помыть, подмести. Потом уже вещь может пойти о каком-либо отдыхе. Здесь у нас два дерева вишни. И, к сожалению, в сезон мы не успели сюда приехать и собрать вишню. Попросили нашего соседа, чтобы он собрал хотя бы себе, сделал какие-то компотики. Он немножко собрал, но всё-таки большая часть вишни осталась на дереве. Высохло и вот всё на полу. И сейчас я это всё подметаю. Также под деревом, где у нас уже орехи, уже они потихоньку выпадают. И здесь подметать надо аккуратнее. Собирать ещё параллельно орехи, которые выпали из-за сильных ветров. Всё хорошо. Перетащили стол. Но, к сожалению, нет интернета. Даже подключиться к соседскому Wi-Fi у меня не получилось. Поэтому очень скучно и печально живём. Придётся взять мобильный интернет, наверное. Сразу видно, что мы привезли из Баку сюда. Вот, два этих розовых вёдрышка. Сразу бросаются в глаза. Я говорю, мам, сразу видно, что мы привезли из Баку сюда. Два этих вёдрышка. Единственное, новые. Перетащили стол сюда и будем сидеть здесь. Здесь ветерок, прям приятно. Ну что, бабушка, свой дом – это кайф. Скажи честно, где лучше? У себя дома? А? Бабушка не поняла моего... Не поняла мой вопрос. Вообще, погода хорошая на самом деле. Просто надо везде убраться. И котик тоже мой в панике. Забился в угол и не выходит. Я очень боюсь, что он потеряется. Поэтому пока что не отпустила его. Пусть пока что обоснуется дома уже окончательно. Потом уже будем обозревать эти области. А ещё мне очень хочется спать. Я спала всего три часа. Прикиньте. Я сейчас прям в таком положении засну. И сейчас этот стул тоже развалится, кстати. Булочки, которые мы брали на дорогу, остались. Можно покидать чай. Это бабушкино любимое дерево. Сколько я себя помню, всегда это дерево было. Когда я родилась, это дерево уже здесь было. Это тут. Я ненавижу этот фрукт. Мы постоянно за ним убираем, потому что фрукты падают здесь на кафель. Они приклеиваются сюда. И до хрена листьев бывает зимой. Но зато бабушка очень любит это дерево и этот фрукт. Мам, я вижу здесь кое-что очень съедобное. Я вот всегда мечтала, чтобы у нас в деревне был вкусный виноград. А у нас, кстати, есть виноград, да? Он не поспел ещё. Не поспел? Надо посмотреть. В общем, у некоторых прям дофига винограда. Я всегда смотрела и завидовала. Ммм, вот и покупной. Свежий хлеб из тандыра. Булочки, сыр. Как назывался этот сыр? Козий, да, по-моему? Или нет? Овечи. Овечи, извините. И виноград. Кушаю вот эту булку. Это прям нечто. Мам, где ты купила? У нас внизу? Этма. Очень вкусный. И здесь какой-то джем белый непонятный, видимо, с творогом. Он настолько вкусный. Мягенькая булочка. Ну, прям вообще блаженство. Да, с чаем прям то. Сколько стоила вам такая булочка? 50 копеек, мама. Для 50 копеек отлично. У бабушки есть такая традиция, она собирает к себе домой. То есть сюда она раздает конфеты. Обычно вот такую упаковку одной соседки, вот такую упаковку другой. И это я не знаю, кому. Ну, в общем, сейчас я пытаюсь разобраться, какие же конфеты вкуснее, которые оставить себе. Даже не знаю, может это вкуснее. Или вот это. Мне кажется, это вкуснее будет здесь с лимоном что-то. Или давайте по цене пройдемся. Эти стоят 4 и подешевле. Сложный выбор. А я просто хитрее всех, поэтому сделала вот так вот. Мами, вот тебе к чаю. Как выросли эти деревья? Я их сама поливала прям бедрами. Причем первое дерево растет лучше всего, потому что оно ближе всего к воде. И мне было проще нести сюда воду. Я с такой любовью их сажала и растила. Но, к сожалению, в этом году мы их покушать не смогли. Их едят зелеными, а теперь они переспелые и невкусные уже. Но ничего. Обычно мы, кстати, просим соседей, чтобы они сорвали и сделали для себя варенье, чтобы не пропадало добро. Не то, что для нас, чтобы сделали варенье, а просто для себя. А в этот раз что-то совсем не получилось. Я все-таки решила досмотреть пункт назначения. Фильм, который я скачала. Здесь такая обстановка. Классная. Монолиза. Окошко у меня открыто. Это окошко смотрит прямо на соседей. Ветерок так дует. Вот сейчас успокоился. Прям, знаете, такой ветерочек приятный. Лежу такая кайфую. Деревенская обстановка. Несчастье лета. Такой ракурс ужасный. Ну да ладно. Вчера я заснула в 3. Сегодня проснулась в 6. В общей сложности я спала 3 часа. Естественно, я очень-очень хочу спать. И нашла себе вот такое вот укромное местечко. Это бабушкина комната и бабушкина кровать. Это ее приданная. Прикиньте, этой кровати уже, наверное, 70 лет. И это односпальная кровать. И раньше не было двухспальных, бабушка рассказывает. Все соседки просто очень сильно завидовали моей бабушке, что ей приданная дают кровать. Все другие соседки, там, не знаю, ее одноклассницы, приданная получали, не знаю, 2-3 ложки, вилки, пару тарелок и все досвидули. А так как бабушка была из зажиточной семьи, раньше это называли кулаки, да, по-моему. В общем, у бабушки дед был, не дед, у бабушки отец был очень обеспеченный человек. И поэтому ей досталась эта кровать, которую она хранит. И мы на ней спим даже сейчас, когда приезжаем сюда. Ковры. Интересно тут, да, атмосферно. Надо здесь тиктоки поснимать. Уверена, что залетит. Из окна у меня вид к соседям на улицу. Это мама кричит. Видимо, вот там стоит. Мама подумала, что я постирала сумочку Твиксу. На самом деле нет, я просто повесила. Просто повесила. Чей этот сладкий, маме? Это мой сладкий, маме. Это виноград, кстати, тоже я посадила. Это хвалю себя. Я прям садовод у вас. Ну так я вам слегка кое-что кое-где показываю. Но будет обязательно отдельное видео. Потому что я помню, что я вам обещала. Хаус-тур по бабушкиному дому. Мне кажется, это очень интересно. По крайней мере, для меня точно. Мне очень интересно всегда смотреть видео, где именно деревенская жизнь. Где эта простота без понтов. Без всяких выкрутасов и так далее. И вы знаете, я, например, снимаю. Мама говорит, не снимай здесь. Здесь слишком старое окно. Не снимай тут. Это слишком старая кровать. Я говорю, мам, успокойся. Людям, наоборот, интересно посмотреть на эту простую жизнь. У меня есть кроватка, в которой я спала, когда мне было годик. И она просто ужасная. Это как смирительная рубашка. Ее тоже я вам покажу. Мама говорит, пожалуйста, не позорь нас. Хватит, успокойся. Я никак не могу объяснить маме. Надеюсь, что вы напишите в комментариях, что нет ничего постыдного в том, что раньше ты жил очень бедно. Или у тебя есть старый дом у бабушки. Наоборот, это, мне кажется, очень интересно людям вокруг. И простота всегда подкупает. Вот в этом я уверена на все 100%. Единственный огромный минус здесь. Очень много ос. Они сделали себе здесь. Вот, смотрите. Ой, нет, вам не видно. Сейчас давайте поближе. Покажу вам. Вот, улей. И таких очень много. Вот еще один. Гляньте. Улей. Вы видите это? Поэтому здесь проходить очень опасно. Много раз было такое, что меня жалили осы здесь. Чисто случайно. Вот. Опасненько. Да и вообще, почему должно быть стыдно? Я, например, хочу тиктоки поснимать на фоне этих ковров и вот этого дизайна. Я уверена, что эти тиктоки залетят. Проверим. Я проснулась спустя 3 часа. Уже темно в комнате. Как же я сладко спала. Мне снился ужас после того, как я посмотрела пункт назначения. У меня такое было ощущение, что я тоже вместе с ними. Меня тоже убьют. Я убегаю, но за мной гонятся. Надо встать и выяснить, где Двиксик. Не потерялся ли мой сыночек. Надеюсь, что нет. Ой, уже прохладненько. Пока я спала, много чего произошло. Например, маму ужалила оса. Помните, я вам показывала здесь у нас на лестнице несколько гнезд ос. Даже не несколько. По-моему, 3. Я видела точно 3. И они очень агрессивно настроены, потому что в этом доме никто не живет. Они привыкли, что здесь никто не ходит. И нападают на людей. Мама ужалила вот сюда. И у нее, кстати, глаз не опух, слава богу. Но очень больно было. И вообще, это не первый год. Такое происходит. Однажды, лет 7 назад, по-моему, я шла с двумя лампами в руках. И меня вот сюда ужалила пчела. И я чисто на машинальном уровне отпустила эти лампы. И получается, они упали. Разбились две лампы. И я тоже побежала. Вот, поэтому мы борьбу с осами проводим каждый год. Но, несмотря на это, постоянно они появляются. А, кстати, Твикс обосновался. Он сейчас прыгает, бегает, гонится за мухами. Но здесь он немного боится, потому что мух много. А он один, и тем более он очкошник. Вот мамина радость. А эта бабушка поднимается наверх. Но сейчас уже вечер, и я думаю, ос не будет. Дело в том, что через вот эти вот щели, которые вы видите, они пролазают. И хорошо устроились на лестнице. Операцию по уничтожению, ос. Кто будет выполнять и возглавлять? Конечно же я. Конечно же, мами. Кто же еще может? Я же боюсь. А мама не бесстрашная. Кстати, вот эти фрукты, которые я подметала, к сожалению, они все высохли, так скажем. Надо было сказать кому-то и соседям, чтобы собрали, сделали компоты. Они вроде собрали. А, не собрали, а на дереве же еще было. Это то, что осталось, да? И все собрали. Вообще, по идее, если за каждым фруктом ездить сюда, это надо, получается, в неделю один раз приезжать. Потому что у нас здесь и алча, и виноград. Кстати, виноград успеем мы сорвать и покушать? Он черный, я больше люблю желтый виноград, белый виноград. Дурачок, ты как-то адаптировался, я смотрю? Адаптировался, сладкий? Твикс! Твикс, иди сюда. Он знает, как его зовут. Чего ты убегаешь? Мама тебе чего плохого сделала, что ты убегаешь? Найди здесь себе чувиху. Какую-то красотку, девочку. Скажи, что ты из города парень. Что у тебя в городе есть недвижимость. Много другого имущества. Ну, там, похвались, попонтуйся, найди себе курицу какую-нибудь. К нам сейчас приходил наш сосед. Сидели с ним, болтали о том, о сём. Уже вечер на дворе. Я, кстати, вообще спать вам не хочу. Можно посидеть, помонтировать этот влог. Да. А с вами я хочу уже попрощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся завтра. Всех люблю, целую. Пока.